Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют автомобили в наличии или вакансии компании, все это смотрите по ссылочкам, которые будут в описании. Японские автопроизводители некогда славились своими компактными внедорожниками. Внедорожниками маленькими, высокими, с отличной проходимостью, машинками идеально подходящими на роль второго автомобиля в семье для эксплуатации, в том числе и в условиях мегаполиса. Как пример подобных автомобилей можно привести, например, Toyota Rush или Daihatsu BigGo, что суть одно и то же, Suzuki Jimny, Pajero Mini и прочие. Но сегодня у нас на тесте современный представитель подобного семейства. Конечно, этот автомобиль уже не полноценный внедорожник, это скорее кроссовер. Но все положительные качества, за которые ценились мини-проходимцы, он, по сути, сохранил. В нашем сегодняшнем обзоре совсем свежий представитель подобного вида. Давайте посмотрим, что представляет собой Toyota Race. Toyota Race – это первое и пока единственное поколение модели. Еще этот автомобиль выпускается под наименованием Daihatsu Rocky. Эта машина появилась в 2019 году и выпускается по сей день. В версиях для японского рынка этот автомобиль существует со следующими вариантами силовых установок. Бензиновый двигатель с турбонадулом, объем 1 литр, мощность 98 лошадиных сил. Такие машины комплектуются только вариатором и идут с полным приводом. Существует вариант с атмосферным двигателем 1,2 литра на 87 лошадиных сил с передним приводом и вариаторной коробкой, а также гибрид, под капотом которого соседствует бензиновый двигатель объемом 1,2 на 82 лошади и электромотор. Наш сегодняшний экземпляр 2020 года выпуска. Этот автомобиль имеет под капотом литровую турбо-тройку на 98 лошадиных сил, вариаторную коробку передач и опциональный передний привод. Пробег этого автомобиля вместе с японским 39 тысяч километров. Toyota Race построена на платформе DNGA. На этой же платформе базируется огромное количество малолитражных моделей Toyota и Daihatsu, таких как Daihatsu Tor, Toyota Rumi, Toyota Tank и так далее, что находит свое отражение в небольших габаритных размерах этого кроссовера. Длина автомобиля 3,99 метра, ширина 1,69 метра, а высота 1,62 метра. Масса у разных комплектаций может слегка отличаться. Бензиновые автомобили полегче. 980 килограмм снаряженной массы и 1255 максимально разрешенной. Гибридная версия около 1100 килограмм. Колесная база здесь 2 метра 52 сантиметра, а радиус разворота всего 4,9 метра. Так что автомобиль маневренный и легкий. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, на этом автомобиле то для заводской краски разброс показаний здесь лежит в диапазоне от 93-95 до 106-115 микрон. Причем разброс этот очень маленький по всем элементам. В принципе стандартный слой для большинства японских машин внутреннего рынка. Ну а что касается сопротивляемости кузова к коррозии, есть все основания полагать, что будучи Тойотой, рейс не будет слишком сильно гнить. По крайней мере машины эти еще слишком свежие. Самому старому на данный момент исполнилось 5 лет, и судить о коррозионной стойкости этих моделей пока преждевременно. Обзор автомобиля внутри начнем по традиции с багажного отделения. Кстати, каталожный объем багажника этого компакт-кроссовера 303 литра или 369, если убрать фальшпол, под которым скрывается дополнительная ниша. Крышка багажника здесь с электрозамком, на ней есть камера заднего вида. Проем достаточно широкий, по крайней мере для небольшого автомобиля. Его ширина в средней части ровно метр. Высота от фальшпола до крыши 74 сантиметра. Ширина багажника здесь неизменная по всей его продолжительности 99 сантиметров. Длина погрузочной площадки от спинки заднего сидения до пятой двери 71. Для перевозки крупногабаритного груза вы можете сложить спинки заднего сидения. В ровный пол они не сложатся, но полезная длина у вас увеличится, так что здесь вы сможете увести что-то длиной до метра 44. А если груз будет узкий и длинный, и вы протолкнете его до самой передней панели, то рассчитываете увести что-то длиной до 2 метров 36. Объем багажного отделения здесь можно увеличить не только вдоль, но и в вертикальном направлении. Если убрать фальшпол, то глубокая ниша на полу позволит вам увести здесь стоимя груз высотой до 1 метра 10 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажнику этого автомобиля, то здесь практически ничего нет, кроме маленького плафона освещения с принудительным включением справа и небольшой ниши под крышкой, где скрывается ремнобор, герметик и компрессор. Никакого запасного колеса на этом компактном кроссовере, увы, нет. Хотя ниша под фальшполом оказывается достаточно глубокая, чтобы сюда вошли две запасных покрышки от этого же автомобиля. Ну а теперь про салон Toyota Race. Попадая сюда, не ожидаешь от компактного автомобиля большого простора внутри. Но это не совсем так. При моем росте 1,86 м мне удалось довольно-таки быстро подобрать за рулем этой маленькой машины удобную для себя посадку. Посадка здесь, кстати, вертикальная, такая же, как на больших внедорожниках. Рулевое колесо имеет механическую регулировку, правда, только по наклону. Руль по вылету здесь не регулируется, и диапазон ее довольно-таки ограничен. В моем случае единственно возможный вариант – это максимально верхнее положение. Зато регулировка сидения позволяет вам отодвинуться до упора назад и, в моем случае, полностью выпрямить левую ногу в колене, еще не дотягиваясь носком до моторного щита. А это довольно неплохой запас. Сидение также имеет регулировку по высоте, если это требуется. И даже при максимально поднятом вверх кресле до потолка остается зазор. Людям крупной комплекции может показаться тесноватым само сидение. Есть ярко выраженная боковая поддержка на его спинке, и она довольно четко ощущается. Руль здесь удобный, трехспицевый, эргономичной формы, отделан кожей. Приборная панель здесь полностью электронная, аналоговых приборов нет. Это напоминает китайские автомобили, но, в отличие от них, здесь очень крупная, удобная и хорошо читаемая оцифровка. С правой стороны у нас электронный цифровой спидометр, внизу указатель уровня топлива, а с левой стороны многофункциональный информационный дисплей, на который может выводиться тахометр. Причем дизайн этой приборной панели вы можете поменять, выбрав один из вариантов в бортовом меню, исходя из того, какой вам будет удобнее. Что касается обилия кнопочек и удобства пользования, ими здесь все зависит от комплектации. На самых простых версиях Рейза их будет немного. В нашем случае комплектация хорошая. Здесь полный мультируль. Правая сторона задействована под клавиши управления круиз-контролем. Кстати, круиз здесь радарный, плюс он может работать в режиме ограничителя скорости. Здесь же на руле у нас клавиша включения режима Power, то бишь спортивного, относящегося к работе двигателя и коробки передач. Кнопка включения режима удержания полосы и управления телефоном. Левая сторона задействована под бортовой компьютер, магнитолу, и отдельная клавиша здесь позволяет вам активировать камеры кругового обзора, что очень удобно при парковке. Кстати, центральный дисплей здесь большой и крайне информативный. С учетом небольших габаритов автомобиля, с задачами его парковки и маневрирования в тесных пространствах справится даже начинающий водитель. На подлокотнике дверной карты располагается стандартный блок управления стеклоподъемниками. Водительское стекло имеет авторежим. Боковые зеркала здесь с электрической регулировкой и складываются с кнопки. Причем также имеют режим автоматического складывания при выключении зажигания. Справа от рулевого колеса блок клавиш. Здесь противотуманная фара, система стабилизации, включения-выключения старт-стопа, парктроники и систему предотвращения столкновений. На центральную часть панели сверху занимает дисплей управления. Его, кстати, полностью сенсорное. Здесь нет физических кнопок. Внизу довольно удобный пульт управления климатикой. Климат здесь автоматический, правда, только однозонный. Рядом кнопка запуска остановки двигателя. Внизу 12-ти вольтовая розетка, клавиши включения подогрева в передних кресел и два USB разъема для зарядки мобильных устройств. Селектор коробки передач. Здесь прямая прорезь, привычный с курком блокировки. Плюс есть ручной режим. Ну а стояночный тормоз самый обычный, механический. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В центральном боксе присутствует небольшая емкость. Она очень узкая, и складывать туда габаритные вещи у вас при всем желании не получится. Основной бардачок более или менее неплох по объему, с учетом того, что машина компактная. И места здесь не так много. Но в него можно сложить и нечто более крупное, чем документы, например, коробку от сигнализации или что-то подобных габаритов. Что касается подстаканников, здесь они тоже в наличии. У переднего пассажира и у водителя они выдвижны по краям передней панели. Ну а перед селектором есть полка, куда можно сложить либо ключи от автомобиля, либо с мобильный телефон. Также есть очень небольшая узкая ниша для мелочевки рядом с рычагом стояночного тормоза. А внизу дверных карт узкие кармашки, передняя часть которых отформована под две бутылки с напитком объемом не более чем 0,5 литра. Что касается обзорности, то с ней у Toyota Race практически полный порядок. Практически, поскольку здесь довольно-таки широкие передние стойки. Зато низкая линия бокового остекления, пусть и небольшие наружные зеркала, но с функцией BSM, то есть мониторинг слепых зон, и полностью видимый капот. Это касается как его боковых краев, так и его переднего края. Ну а с обзорностью при парковке, как мы уже упоминали, выручает система камер кругового обзора. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. А на заднем сидении дела обстоят на самом деле неплохо. С учетом короткой колесной базы могло быть хуже. При моем росте 1,86 м, садясь сам за собой, я едва касаюсь коленями переднего сидения, но не упираюсь в него. Сказывается вертикальная посадка. Подушка заднего сидения абсолютно плоская, и она находится выше, чем подушки сидений передних. Поэтому задние пассажиры смотрят как бы поверх голов водителя и переднего пассажира. Если бы не высокие передние подлокотники с обзорностью вперед, все обстояло бы гораздо лучше. Опора под локти здесь присутствует в виде подлокотника на дверной карте, но он пластиковый и жесткий. Подлокотника по центру сидения здесь не предусмотрено в принципе. Есть небольшой тоннель на полу, но три пассажира разместятся при условии, что они не слишком плечистые. К услугам задних пассажиров, кстати, две розетки формата USB для подзарядки мобильных устройств. А внизу дверной карты присутствует подстаканник, либо емкость для постановки туда бутылки с напитком. Спинка здесь практически вертикальная, но это не вызывает никакого дискомфорта на самом деле. Да и запас пространства над головой, хоть и небольшой, но все же присутствует. Для компактного кроссовера запас места для задних пассажиров у этого автомобиля вполне достойный. Одним из самых первых вариантов моторов, с которыми эта модель и вышла на рынок, был литровый турбовариант на 98 лошадиных сил. Индекс этого двигателя 1KRVET. Этот мотор выдает 140 ньютонометров крутящего момента с 4000 оборотов в минуту. И разгоняет полноприводный вариант Toyota Race до 100 км в час с места за 9,6 секунды. А это очень даже неплохая цифра. При том, что двигатель еще и экономичен. Вообще 1KR это не такое уж и новое семейство моторов. Но именно версия с трубонаддувом появилась в 2016 году. И представляет собой относительно беспроблемный вариант подобной силовой установки. По конфигурации это алюминиевая рядная тройка с двумя верхними распредвалами. Гидрокомпенсаторов у мотора нет. Регулировка клапанных зазоров осуществляется при помощи подбора толкателей. Привод ГРМ здесь цепной. Цепь однорядная и довольно тонкая. Если вы смотрите автомобиль с пробегом более 100-150 тысяч километров, есть приличный шанс, что к этому моменту цепь уже может подвытянуться и потребовать замены. На этом моторе компания применяет впускной коллектор с изменяемой геометрией, который, правда, здесь не несет в себе каких-то особых проблем. Впрыск топлива распределенный, но по две форсунки на цилиндр. Такая особенность конструкции. Кстати, ресурс самой турбины, которая здесь используется, практически равен ресурсу самого мотора. Она служит и под 200 тысяч километров пробега. Один КРВ-ЕТ, как и его атмосферные собратья, знакомые по другим моделям, довольно критично относятся к качеству горюче-смазочных материалов и к интервалам замены масла. С учетом наличия здесь турбины, масло в двигателе менять нужно раз в 5000 километров пробега. В плане вязкости это 0В20 либо 5В30. По части надежности поршневой группы здесь все неплохо. На моторе используются маслофорсунки для охлаждения днища поршня. Из недочетов по данному двигателю можно отметить не очень большой ресурс помпы, что встречается, впрочем, на довольно-таки большом количестве моделей Toyota. А также следует учитывать, что на этих моделях устанавливается механический термостат, и он довольно холодный. Температура открытия 78-82 градусов в зависимости от модификации мотора. Многие владельцы подобных двигателей отмечают также и вибронагруженность агрегата, связанную с его конфигурацией. Но пока опоры двигателя живы и с параметрами топливно-воздушной смеси все в порядке, мотор в целом вибрирует не больше, чем иные четырехцилиндровые агрегаты. Что касается коробки передач, то с этим двигателем агрегатируется вариатор нового поколения. У этой коробки есть одна особенность в виде наличия планетарной передачи, на которую коробка переходит при прямолинейном движении на высокой скорости. Более 60 км в час. Второй вариант двигателя здесь, в том числе и в составе гибридной установки, носит наименование WAVE или WAVEX для гибрида. Этот двигатель производится уже не в Японии, а в Индонезии. И раньше использовался для моделей, ориентированных на тот же рынок сбыта. Его объем 1,2 литра, а мощность 87 в обычной бензиновой, либо 82 лошади в варианте для работы с гибридом. Этот тоже алюминиевый трехцилиндровый мотор с цепным приводом ГРМ и тоже двумя форсунками на цилиндр. Впрыск обычный распределенный. Только WAVE и VEX, в отличие от 1KR, имеет гидрокомпенсаторы и не нуждается в регулировке зазоров клапанов. Более интересной с точки зрения практичности и более тяжелой к завозу в нашу страну в настоящий момент будет гибридная версия. Гибридная установка у Toyota Race не похожа на таковую на Prius по своему конструктиву. Если говоря о Toyota Prius, Aqua или прочих параллельных гибридах от Toyota мы говорим о параллельном гибриде, то есть когда двигатель так или иначе связывается с ведущими колесами, то у Toyota Race конструкция гибрида больше похожа на e-Power от Nissan. То есть двигатель объемом 1,2 здесь выступает сугубо в роли генератора и механической связи с ведущими колесами не имеет в принципе. А электромотор, который приводит их во вращение, развивает 106 лошадиных сил и целых 170 ньютонометров крутящего момента, доступного практически сразу. Больший вес гибрида за счет батареи компенсируется его хорошей динамикой. Такая машина разгоняется до сотни чуть быстрее бензиновой версии, где-то за 9,4 секунды. Но отличается очень умеренным топливным аппетитом в районе 3,5 литров на 100 километров пути в городском цикле. Перед тем, как посмотреть, что представляет собой Toyota Race снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. Каталожное значение для данной модели 185 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли это действительности. Самая низкая точка в данном случае находится под защитой моторного отсека и расстояние от асфальта до нее 170 миллиметров, что меньше заявленного. А вот до переднего бампера в данном случае 21 сантиметр. Ниже этой отметки висят только резиновые брызговики перед передними колесами и один по центру. Расстояние до порога за передним колесом 20 сантиметров ровно. В задней части 22,5, а задний бампер находится на расстоянии 30 сантиметров от поверхности земли. Причем ниже этой отметки не свисает ничего, кроме буксировочной проушины, расположенной по центру автомобиля. С учетом коротких свесов и короткой же колесной базы, Toyota Race представляется вполне себе неплохим в плане проходимости автомобиля. Даже если версия будет с передним приводом, проблем с колеями во дворах у вас не будет. Что касается ходовой части Toyota Race, то здесь без сюрпризов. Этот автомобиль построен по классическому рецепту для компактных автомобилей. Передняя подвеска типа Макферсон шаровая опора в данном случае у нас, по задумке производителя, меняются вместе с рычагом. Они в него запрессованы. Никаких болтовых соединений здесь нет. Стабилизатор поперечной устойчивости чуть толще, чем на обычных легковых автомобилях. Он закреплен на подрамнике и здесь есть хороший доступ к его креплениям. Так что менять втулки, в принципе, можно будет без разбора половины автомобиля. Рулевая рейка здесь, само собой, электрическая. Руль очень легкий, что вкуп и с маленькими габаритами, опять же, делает машинку крайне удобной в городе. А также гарантирует отсутствие проблем с течами рабочей жидкости по системе ГУР в связи с отсутствием таковой. Что касается антикоррозийной обработки, то, будучи автомобилем для внутреннего японского рынка, Toyota Rice не может похвастаться наличием хоть сколь-нибудь внушительного слоя антикора. Его здесь, в принципе, нет. Только герметик на соединительных швах кузова. Даже на самих порогах никакого дополнительного слоя защиты не нанесено. Нет его и в центральной части тоже. Только термоэкран вокруг глушителя. В задней части автомобиля располагается пластиковый топливный бак. Его объем 36 литров, что вкуп и с небольшим расходом топлива этого автомобиля должно быть достаточно. Над баком мы также не видим никакого дополнительного слоя антикоррозийной защиты. Заливная горловина здесь большей частью металлическая. Пока машины свежие не страшно, но когда им будет 10-15 лет, вполне возможно, могут быть проблемы в плане коррозии на ней. Задняя подвеска самая обычная, зависимая. Балка, два сайлинг-блока, амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга. А задние тормоза у Toyota Rice барабанные. Таким мы увидели сегодня компактный паркетник Toyota Rice 2020 года выпуска с двигателем 1 литр с турбонаддулом 98 лошадиных сил, вариатор и передний привод. Пробег этого автомобиля, включая пробег по Японии, всего 39 тысяч километров. Если вас заинтересовал данный экземпляр, всю дополнительную информацию по автомобилю, включая актуальную цену, узнавайте по телефону. Телефон указан в описании под видео, на нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните, не стесняйтесь задавать вопросы. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы уже накатали достаточно и вам есть, в чем нас поправить и в чем дополнить, также пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают покупать или не покупать такую модель, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если наш сегодняшний обзор оказался полезен, понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале. Спасибо за просмотр. Хорошего дня.